Кабала Ни как относиться к ним, ни как бороться с ними, Кабала не говорит, потому что Кабала просто не имеет с этим никакого дела. То есть Кабала имеет дело только с высшим миром, как туда подняться, проникнуть человеку, находящемуся в нашем мире. Кабала по определению это наука о раскрытии Творца человеку в нашем мире. Все. То есть если ты хочешь раскрыть Творца единственную, единую, вечную, совершенную, всеобъемлющую, всеопределяющую силу, абсолютно добрую, которая с любовью, с огромной точностью управляет нами для того, чтобы привести нас всех к абсолютной доброте, к абсолютному счастью, если ты хочешь быть в связи с этой силой, тогда тебе нужна Кабала. Если тебя это не интересует, то занимайся всем остальным. Это можно считать как советом. То есть продолжать дальше заниматься, читать блог. Маги всякие? Нет. Она говорит, что она читает ваш блог. Она стала воздействием нападков этих магов. Откуда? Где она нашла такое? Если она занимается Кабалой, где она могла найти черную магию? Нет, на нее, на нее, ее там соседка ходит, и к какому-то магу на нее воздействует. Это все кажется, и это психология. Пускай, да, пускай примет успокаивающее что-нибудь, обратиться к психологу, и не более того. То есть такое вообще не может быть? В мире есть многое, о чем я не хотел бы говорить. Существуют всевозможные виды воздействия на человека, психологические, психотропные и так далее, все это существует. Я не говорю о тех явлениях, которые действительно не находятся на уровне обычного человека, обывателя. И поэтому я говорю, что она может быть спокойна, никаких там воздействий, особых черных, темных, ничего этого нет. Нет, это все плод ее психической неувновешенности и фантазии. Но вот это занятие Кабалой, занятие стремления к познанию вот этой высшей силы, это может ее как бы стать защитным, воздействием против этого всего? Или нет разницы никакого отношения? Нет, естественно, что может стать такой защитой. Потому что человек, который начинает заниматься одним, он немножко забывает, отстраняется от другого. Да просто она себя внушила, что ею так занимаются, что у нее какие-то наводки существуют. Ничего такого нет. И вообще надо немножко более реально относиться к жизни, к миру. Те, кто приходят в Кабалу, они, как правило, очень реальные люди. Они очень такие мирские, земные. И нет у них такой тяги ко всяким мистикам, к религиям, к молитвам, ни к чему. Они реально хотят познать высший мир, какие силы воздействуют там, оттуда на нас, и как я могу все это узнать, понять, определить. И главное, управлять, работать с этим со всем. Поэтому здесь нет никаких чудес, ничего. Я думаю, она знает все прекрасно. Я не представляю, откуда вообще, если она читает блог и занимается Кабалой, то у нее есть еще вот такое вот сомнение в том, что вот какие-то там маги на нее воздействуют. Прямо старик Хаттабыч. Прямо старик Хаттабыч.